Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство Татаринформ. Дело в том, что в настоящее время очень сильно привлекают внимание различные форумы, на которых обсуждаются самые главные трендовые вопросы нашей жизни. Но так как наша жизнь связана с экономикой, то эти вопросы обсуждаются и на Гайдаровском форуме. Вообще календарь форумов годовой начинается для всех россиян. Для нас это прежде всего Гайдаровский форум, который проводится до 20 января каждого года на площадке РАНХИКСа Академии народного хозяйства. В последние годы все говорили о технологиях, о новых технологиях, о том, что мы очень много готовим экономистов, о том, что мы очень много гуманитариев выпускаем. Но я бы хотела остановиться на том, что я вам даже их приведу. Вы можете их даже где-то выставить. Я в справке, когда вам готовила, это делала. Вот интересные цифры по структуре подготовки кадров в бакалавриате разных стран, и в том числе и в России. То есть если гуманитарное искусство образования в России 12%, Франция 19%, Германия 23%, Норвегия 23%, Великобритания 24%. Здравоохранение мы готовим 7% кадров, Франция 10%, Германия 19%, Норвегия 17%, Великобритания 17%. Это структура подготовки кадров. В социальной науке в России 36%, 39% во Франции, 23% Германии, 31% Норвегии, 28% Великобритании. По экономике услуг, то есть 7% России, 4% Франции, 3% Германии, 7% Норвегии, 2% Великобритании. Инженерные и промышленные специальности Франция 9%, Германия 17%, Норвегия 9%, Великобритания 16%, Россия 27%. Естественные науки, Франция 18%, Германия 13%, Норвегия 9%, Великобритания 12%, Россия 8%. Естественные науки – это не промышленность, это физика, химия, исследовательские направления. В связи с этим, конечно, это очень измененный тренд. Мы привыкли к другим цифрам, привыкли к другим моментам. Конечно, это очень сильно заставило задуматься о том, как надо сфокусировать и как надо реорганизовывать наше образование. И вообще вопросы нашего будущего образования, вопросы вообще образовательных технологий были в основе обсуждений на Гайдаровском форуме. То есть там обсуждался не кризис, там обсуждалось будущее нашего образования. И каким выводом пришли эксперты? Ну, вы знаете, если я вам сейчас буду рассказывать все выводы, это очень долго. Вообще на площадках выступало несколько ректоров, выступало несколько руководителей территорий. В том числе огромная аналитическая статья есть в прессе, и огромное выступление было и ректора Ранхикса Мау, и ректора Высшей школы экономики Кузьминова. Очень много других ректоров выступало. О чем говорят ректоры, о чем говорилось на Гайдаровском форуме? Образование должно быть постоянным. То есть образование не должно заканчиваться. То есть это постоянный процесс, который не должен заканчиваться только получением диплома. Во всем мире люди учатся всю жизнь. Люди учатся всю жизнь, и то, что вы получили образование, закончили, скажем так, бакалавриат в 21-22 года, это не говорит о том, что вы на этом закончили свою карьеру. Вы можете поменять эту карьеру, вы можете учиться всегда. И не обязательно это связывать с образованием, как мы вот сейчас говорим, людей третьего возраста, когда людям прививают те навыки, которые они не знают. Это абсолютно не так. Дело в том, что мир очень сильно поменял тренд. Все уже умеют работать на компьютере, все уже прекрасно знают, как работают пластиковые карты. Тренд другой. Тренд в том, что люди могут за свою жизнь несколько раз поменять свое образование. То есть если они первый раз выучились на бухгалтера, и им это не нравится, потом они могут выучиться на искусствоведа. Если им это не нравится опять, проработав 10 лет, они могут переучиться, именно переучиться, получив новый диплом на медика или еще какого-нибудь. То есть этот момент присутствует постоянно. И человек в течение жизни не должен быть верен одной профессии. Тренд поменялся. То есть человек может меняться. Или в рамках одного основного образования, к примеру, он экономист или инженер. Ну, скажем проще, инженер, но ему что-то он дополняет, и он уходит в различные другие вещи. То есть он учится всегда. Первое образование, которое мы получаем после школы, я считаю, это база. Даже если эта база, как мы говорим, не совсем, может быть, удачна, не совсем правильно выбрана, человек имеет право на выбор и смену профессии. Я вам даже хочу сказать, я была на нескольких конференциях и лекции ведущих лекторов из Бельгобритании, Соединенных Штатов, именно говорят о том, что человек должен учиться постоянно. И если у него не получилось в 30, это не конец жизни, он может изменить свою профессию и стать великим профессионалом и в 45, и в 50, и в 60, и в 70. Это раскрывает огромные, конечно, возможности для высшей школы, потому что мы не учим только, мы не должны учить только выпускников школ. Пока мы все заточены только на выпускников школ. Учиться должны все. Пока я считаю, что в России это несколько необычный тренд. Все считают, но с другой стороны, MBA, когда люди, имея инженерные специальности, заканчивают MBA и получают новые навыки, но это связано с руководством и с администрированием. Но люди могут в корне поменять профессию. Я даже сама... Вот вы знаете, вот знакомство с этим заставило меня задуматься. То есть каждый человек выходит на пенсию. В мире это не конец. То есть человек может получить другую профессию и просто работать по-другому. То есть он может, выйдя на пенсию, стать экскурсоводом, выйдя на пенсию, стать инструктором по спорту. То есть эти возможности есть, если есть, скажем так, условия здоровья и нормального образа жизни. То есть это говорит о том, что диапазон временной и возрастной расширяется, что понятие пенсии, он несколько отодвигается, и человек может быть востребован всегда. И поэтому учиться надо всегда. Другое дело, что сейчас, когда вот вы встречаетесь со мной, все-таки я здесь выступаю как директора института, и мы учим ребят после школы. Но я вам хочу сказать, что абитуриент повзрослел. Повзрослел, и приходят ребята более взрослые. Есть ребята, которые, ну сейчас нет понятия перевода, особенно если с не похожих специальностей. Ребята просто где-то доздают ЕГЭ и приходят через 2-3 года, если им не понравилось учиться в том или ином вузе. К нам приходят и инженеры, и медики, и технари, то есть по-разному. То есть человеку не понравилось там, где он учится, он может прийти учиться как бы здесь. Ну и плюс надо сказать, что магистратура тоже у вас же дает возможность, что можно пойти не по той специальности, по которой ты получил только лавриат, а пойти в какой-то другой. Естественно. Но это немножечко сложнее, потому что магистратура, во-первых, это очень углубленное образование, это новая ступень образования. И самые проблемные магистранты, это я говорю абсолютно чисто, не в смысле двоек, им просто тяжело. Если у людей нет профильного экономического образования, и они поступают на экономику, это не просто учиться на продвинутых уровнях, это очень тяжело. И есть ребята, которые уходят даже с бюджетных мест, не имея профильного экономического образования. Это трудно. Хотя это можно, и мы можем, имея бакалавра экономики, поступить на магистратуру физики, но это очень трудно. Почему-то вот такой процесс, он единичный, а на магистратуру экономику приходят все. Но это тоже трудно. И уходят даже люди, имеющие базу достаточно, кажется, сильную техническую или, естественно, научную. Вы уже сказали, что этот тренд на такое образование в течение всей жизни для России пока не привычен. Как вы думаете, какие нужно шаги сделать, чтобы появился спрос, и наша система образования была к этому готова? Ну, вы задали очень, конечно, интересный вопрос. Я думаю, что дело не в системе образования. Дело в том, что наша система образования готова к различным выводам и изменениям и трендам. Дело в том, что у нас должны люди прийти к тому, что поменять профессию в 40 лет – это не страшно. Пока на сегодняшний день в прессе обсуждается дауншифтинг, когда люди, которые достигли определенных высот в бизнесе, бросают это все, уезжают на Гуа, на Бали, рисовать картины, заниматься спортом, открывают какие-то там студии, открывают там курсы серфинга. Пока якобы человек, который там уже по-другому переоценил деньги и бизнес, уходит в другую вещь. Это вот на сегодняшний день один из модных, ну, не модных, таких трендов, о которых говорят в России. Дело в том, что исторически у нас было по-другому. На сегодняшний день, я думаю, что если человек готов поменять профессию, система образования будет готова. Другое дело, не всем людям, у которых за 30, способны прийти на скамью, на бакалавриат. Хотя, когда мы бываем в университетах западных, то есть это там присутствует, особенно в магистратуре, то есть там возраст студента на магистратуре, ну, начинается так с 30 до 50 лет. Я вам даже скажу причину, почему это нам необычно. Потому что очное обучение в России, в СССР, в бывшем СССР, было до 35 лет. И мы считали, что дальше люди уже не могут учиться. У нас было это закреплено распоряжениями, ну, скажем так, незаконодательно, но люди старше 35 лет уже как бы не поступали в вузы. Жизнь поменялась. Теперь надо поменять ментальность мышления наших людей. Я думаю, что оно изменится. И как бы, я думаю, что люди поменяются. И в самом деле мы увидим за школьным, ну, скажем так, за парты вуза не только людей в 17-18-20 лет. Это будут люди старше. Я думаю, это прежде всего ждет магистратуру. Потому что там, я же говорю, я видела выпускников магистратуры, то есть там как бы они старше наших преподавателей. И надо к этому быть просто готовыми. Для уточнения вопрос, просто для моего понимания, что нужно сделать человеку не после школы, чтобы поступить на бакалавриат и на магистратуру? О каких экзаменах? Значит, почему я и говорю, что это начнется с магистратуры? На сегодняшний день по закону Российской Федерации на бакалавриат, на первую ступень высшего образования человек может поступить только на основании ЕГЭ. Если у него нет ЕГЭ, он должен знать экзамен. Если он не сдал ЕГЭ, он может пройти внутренний экзамен каждый вуз, особенно для людей взрослых, которые не сдавали ЕГЭ. ЕГЭ у нас началось с 2005 года, обязательным для всех. То есть тогда человек может прийти. В магистратуру нет ЕГЭ. В магистратуру они сдают вступительный экзамен, программа которого вывешивается на сайтах университетов. То есть поэтому в магистратуру более открыт, как бы спокойно это все воспринимается, пока пугаются все ЕГЭ. Но на определенные вещи... Ну, то есть человек, не сдающий ЕГЭ, может или сдать ЕГЭ, или попросить о внутреннем экзамене в вузе. Понятно. Теперь вернемся к Айдаровскому форуму. Я уверена, что там поднималась тема цифровой экономики. Естественно. Да. Можете рассказать о каких-то основных тезах, которые там размещались? Когда меня спрашивают про цифровую экономику, конечно, на Гайдаровском форуме очень много говорили о цифровой экономике. Но цифра — это не что-то абстрактное. Цифровая экономика — это применение цифровых технологий в образовании. с нашей точки зрения. И использование различных вещей. То есть когда не тетрадь, а телефон или тот же самый Айпад является средством обучения. Очень много лекций сейчас транслируется через Ютуб. Очень многие вещи делаются через цифровые технологии. Я немножко по-своему отношусь к цифровой технологии. Дело в том, что я как человек, изначально имеющий бухгалтерскую профессию, понимаю, что цифра — это цифровая экономика, это та экономика, где все делается по-белому. Это непросто. Это очень непросто. Я не говорю не о системе образования, я говорю о системе учета и о народном хозяйстве, скажем, такой системе начисления заработных плат. То есть когда все делается по-белому, и по-белому считается налог, и все платят налоги, вот это результат цифровой экономики. В образовании цифра — это цифровые технологии, которые прежде всего работают на повышение интеллекта самого студента. И цифра в данной ситуации поможет студенту получить те или иные знания. Во-первых, уже давно очень многие лекторы не читают лекции. То есть, как правило, с помощью, естественно, цифровых технологий доступ к лекциям преподавателя студент имеет сам. Но это не только получение всего готового материала, это умение работать с материалом и ответить на этот материал. А вот здесь студентам сложнее добиться вот этой обратной связи. Это и онлайн-технологии в образовании, это и онлайн-тестирование, это различные моменты. Но мы здесь, в организации учебного процесса, сталкиваемся с определенными временными рамками, рамками стандарта. Но это все применяется. Самое главное – онлайн-обучение. Онлайн-обучение – это великолепная вещь, но ты должен пройти тест, если ты его не сдал, и, скажем так, оплатить этот курс, если ты хочешь этот курс купить дополнительно. Как правило, все хотят получить образование онлайн, все хотят пройти тестирование, получить сертификат, но не все готовы заплатить за эту систему, чтобы получить сертификат или получить более расширенный материал по той или иной теме. Поэтому здесь, я еще раз говорю, тут есть момент, скажем так, постсоветского мышления, когда ряд вещей, все считают, что они должны быть бесплатны. Онлайн-образование, оно платное, может быть, оно будет несколько дешевле того, что есть, но это же материал разработчиков. В любом случае, во всем мире, если вы учитесь на онлайн-образовании, вы за онлайн-курсы тоже так же платите, перечисляете деньги, вам там какие-то итоговые результаты, потом вам приходит сертификат, если вы все это прошли. Поэтому то, что связано, другие моменты онлайн-образования. То есть практически мы уже можем лекции проводить, видео, то есть студент может выйти на запись какой-то лекции, на запись какого-то материала и им воспользоваться. Очень много средств для повторения, очень много в онлайн-режиме, на ютубе где-то упражнений по различным предметам, в частности, по изучению языков, по каким-то там другим моментам. То есть, ну вот, как бы все эти моменты присутствуют, естественно, как бы это очень интересно, это будет развиваться. Ну, как бы это все нас ждет. Самое главное, ведь когда все обсуждают эти проблемы, все смотрят в одну сторону, все думают, что это мы должны, да, мы делаем, но никто не говорит об обязанностях или о другой стороне. О том, что надо не просто заняться этим, надо все это дочитать до конца, ответить на ряд вопросов, поставить определенные точки с запятой, выполнить это задание. Все там что-то прочитали, вот я это прочитал, я умный. Ну, наверное, так. То есть процесс обучения, это процесс двусторонний. Помимо того, что ты даешь, ты должен, кто-то должен получить и дать обратную реакцию. Если ему не нравится, он должен это сказать. Если ему сложно на компьютере это ответить, это одно. Если он не понимает материал, это другое. И как бы обратная реакция тоже присутствует, она должна быть, но как бы нельзя процесс обучения свести только к вузу. Это и сам студент, который должен и хочет получить это образование. То есть его взять не очень просто, надо приложить определенный труд. Поняла вас. Хотела бы узнать тогда, какие ваши институты же делают шаги в этом направлении, в направлении онлайн-обучения, в внедрении цифровой экономики. Ну, прежде всего, онлайн-обучение, оно будет востребовано заочным обучением. Дело в том, что Гайдаровский форум, кстати, тоже очень большое внимание уделила этой теме. Тема заочного образования? Да. Тема заочного образования. У юристов отменили заочку. У юристов сейчас нет заочной формы обучения. Под таким же прицелом находятся экономисты. И считается, что заочное образование, оно неэффективное, оно не хорошее, что человек должен все обучаться в классе. Но мы уже, скажем так, онлайн-обучение, первые моменты, онлайн-цифры мы применяем именно заочниками, которые у нас из других стран СНГ. Вот, например, на установочную сессию мы ее ведем через онлайн-трансляцию. То есть это у нас все присутствует. Практически дистанционное обучение, тоже элемент онлайн-обучения, когда человек отвечает, и у него есть просто срок, он может раньше ответить и отдать материал. И самое интересное, что когда этот материал приходит, ну как бы мы не всегда знаем фамилию студента, которому мы... То есть, ну как бы приходит зашифрованная работа, ты с ней работаешь, как правило. Ну это делается так. То есть это нормально, это как бы... То есть момент каких-то личных оценок? Нет, нет, да. То есть эти моменты уже есть, внедряются. Ну как бы это все есть. А по вопросу об отмене заочного образования для экономистов, насколько далеко он уже зашел? Ну, значит, давайте так. Этот вопрос обсуждается. Этот вопрос обсуждается даже уже на учебном металлическом объединении по экономике. Есть такое в федеральном УМО. Оно два года вот было на базе высшей школы экономики. Сейчас оно будет работать на базе МГУ. То есть у нас тут такая пальма перзвенства переходит от одного вуза к другому. Вопрос о заочке поставлен очень жестко. Может быть, оставят только очку и очное обучение, и вечернее. хотя заочные экономисты учились всегда. Сказать, что учились плохо, я бы не сказала, потому что, с другой стороны, мы поднимаем вопрос о взаимодействии, о практикоориентированном обучении, о работодателях. Всегда заочники должны были работать по месту, основному месту работы. Не всегда это выполняется сейчас, но если оставить это требование, как это было в советском периоде, то тогда все будет получаться. То есть человек, работая на практике, получает то образование, на которое он как бы учится. Я не считаю, что это великая беда заочное обучение. Не все люди могут учиться очно, и если примут такое решение, значит, будем учить так. А сроков каких-то идет вообще речь? Нет, пока не идет. Но не исключено, что это может произойти. Пока контрольные цифры на 2018 год на заочку есть. То есть что будет на 2019 год, мы не знаем. Гайдаровскому форуму возвращаемся. Выступление нашего президента Таштана там тоже прозвучало. Я думаю, вы знаете, о чем идет речь. Кто-то к этому выступлению отнесся негативно, кто-то наоборот позитивно и сказал, что мысль неправильная была выражена. Вы как считаете вообще? Вы знаете, я соглашусь с нашим президентом в том, что не надо очень часто менять систему взаимоотношений федеральных и местных центров. Потому что ничто так не действует на нервы, как изменение правил игры. Если в игре есть свои правила, пусть они сохраняются. И когда постоянно вносятся изменения взаимоотношений между даже федералами и местными центром, это бывает очень сложно. В самом деле регионов доноров не так много. И когда республики, местности, губернии, области, регионы, края работают эффективно, я думаю, что изменение правил игры может привести только к ухудшению взаимоотношений и к ухудшению экономической составляющей. Это всегда очень сложно менять правила игры. Это чисто с экономической точки зрения. Я просто вспоминаю времена, когда налоговое законодательство менялось чуть ли не два раза в год. Это очень сложно для предприятия. Очень сложно. А ведь сейчас же идет разговор именно об этом. То есть вам в январе дают одну цифру, а потом в июне ее корректируют. Это как бы так не совсем приятно. Ну и вопрос эффективности тоже стоит. Конечно, естественно. Понятно. Тогда ваш еще короткий комментарий о Давосе, как мы с вами говорим. Ну, Давос, как бы, я считаю, что Давос открывает череду международных экономических форумов. И Давос — это очень интересная площадка. Но чем в этом году известен Давос и примечателен? Давос — это та площадка, на которой, во-первых, обсуждаются глобальные тренды, в том числе и образовательные глобальные тренды. И туда приезжают президенты многих стран. Но в этом году на Давос уехала бригада шеперов. И одна из них — наша преподавательница, молодой доцент, кандидат экономических наук, единственная из России представительница Арсентьева Лисян и Лидаровна, по-моему. И то, что она присутствовала там и услышала все тренды, мы знаем, что они встречались. Давос — это площадка встречи, выступлений всех. И мировые банкиры, и финансисты, и президенты, и люди, которые... и крупные фирмы, которые... как бы та же самая Али Баба, руководитель Али Бабы, с ним встречались все эти молодые. То есть, ну, как бы, это очень интересная площадка, где люди встречаются и, наверное, обсуждают самые глобальные мировые тренды. Ну, глобальные тренды, помимо всего, это, в самом деле, развитие цифровой экономики и качество жизни. В России меньше говорят о качестве жизни, о качестве жизни больше говорят на мировых форумах. Но вот Давос — это та площадка, которая говорит о качестве жизни. И в том числе вот то, что мы сейчас с вами обсуждали, это постоянное образование, смена тренда, смена профессии — это тоже качество жизни. Потому что, когда человек доволен своей жизнью, у него качественная жизнь. То есть, нахождение гармонии между миром и собой — это является основным существованием человека. Если когда мы учились, там, 30 лет назад заканчивали школу и нам говорили, вот надо закончить школу, надо поступить в институт, вот надо стать тем-то, сейчас основной тренд — человек должен быть счастлив и доволен тем, что он делает. А найти дело, которое приносит ему удовольствие, не просто вот исходя из этого и выходит тренд долгого, постоянного образования и смены профессии. Да, поиск себя и, с другой стороны, изменение определенных экономических каких-то вещей благодаря тому, что люди из одной сферы переходят в другую. Возможно, я ошибаюсь, но, по-моему, из клад регионов только представитель Казахстана, наш Рустан Гикаревич Мельханов, был на довольствии, собственно, как вы считаете, почему Татарстану вот такая привилегия предоставилась и почему Татарстан считает нужно поехать на Давос, а главы других регионов? Я не буду говорить, почему главы других регионов едут или не едут на Давос. Я думаю, что Татарстан достаточно успешный регион, успешно развивающийся, и вот наш девиз Алга, то есть он работает, это в самом деле регион, который успешно развивается, где работает промышленность, где низкий процент безработицы, где очень строится прозрачная экономика, и есть вещи, то есть вот эти все моменты позволяют нам встраиваться в глобальный мир. Но нам сложно это сделать, потому что мы все-таки часть очень большого тренда, очень большой страны, как Россия. А в России не во всех регионах еще все это достигнуто. И поэтому, но даже та площадка и то, что делается в Татарстане, оно двигает других, заставляет подтягиваться за республикой, чтобы быть похожими и не отставать от нее. Как вы думаете, какой экономический эффект даст участие в странах страны? И как отразилось его участие на прошлом Давосе, вот на республике? Ну это же какой-то эффект тоже должно помнить? Ну я вам могу сказать, что участие в Давосе не может отразиться на республике. Давайте так. Я думаю, что вообще позиция республики как лидера способствует тому, что Кустем Нургалевич ездит и на Гайдаровский форум, и на Давос. Более того, команда татарская готовится на Астанинский экономический форум. То есть я вот потом вам расскажу, я тоже туда хочу поехать. То есть я уже там как спикер приглашена. Понимаете, дело в том, что момент в том, что когда территория и руководитель территории не стоит на месте и развивается, ведь экономические форумы это площадки. Они не являются, скажем так, драйвером роста. На этих площадках обсуждаются результаты и могут родиться те или иные положения, какие-то договора быть заключены, соглашения. Но то, что люди работают, им интересно ездить и позиционировать себя как лидеров, это нас и характеризует. Я думаю, что тут не Довоз стал драйвером, а драйвером является наше руководство. И это отражение получается в том, что наши руководители везде и Татарстан, как мы видим, впереди. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство Татаринформ.